давайте я вам расскажу про молитву нужно понять что есть разные виды молитвы например если ты ходишь ты в это время осознаешь свою жизнь вот молишься и идешь 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 туда-сюда ты в это время осознаешь свою жизнь потому что молитва входит в ум а он связан с судьбой и ты просто осознаешь свою жизнь это называется молитва познания когда ты идешь ходишь что во время движения туда-сюда включается ум разум включается только тогда когда человек не двигается когда человек не двигается включается разум но не двигаться очень сложно хочется хотя бы болтаться а болтаться тоже нельзя надо просто замереть и не двигаться тогда включается разум и разум он Он всегда действует с позиции силы. И поэтому есть разные направления силы. И даже тело, как оно сидит, имеет значение или стоит. Например, когда человек стоит неподвижно и молится, неподвижно, не двигаясь, он продлевает свою жизнь. В это время, как я уже раньше вам говорил, не обязательно просто стоять, надо совмещать. Когда человек бежит, он должен слушать лекции или идет. А когда он стоит, он должен молиться или наклоняется вперед, допустим. Или назад. Надо совмещать с молитвой. Молитва не обязательно сидеть перед алтарем. Можно и так тело своим занято, ты своим. И так, когда человек неподвижно стоит, конечно, классически лучше молиться перед алтарем. То в это время он копит терпение по отношению к своей судьбе. Он ее все больше и больше терпит, когда он стоит. Когда человек встает на колени, то это другое положение тела. Иногда человек может часами стоять стоя, но на коленях не может и пять минут простоять. Причина заключается в том, что принятие судьбы и терпение – это разные вещи. Когда человек хочет принять свою судьбу, он должен вставать на колени. Это положение тела заставляет человека не терпеть уже, а принять свою судьбу. На колени встать перед своей судьбой, принять ее. Когда человек садится дальше на ягодицы, то в это время он не терпит, ничего не принимает. У него включается механизм победы над судьбой, он начинает ее пробивать. Но если человек не терпит свою судьбу и не принимает ее, то пробивать сразу означает психовать. Поэтому, может быть, сначала он научится стоять, читать, потом на коленях, потом уже на ягодицы сесть. Все эти три положения, они как бы дополняют одно другое. Их можно менять одно на другое, вот так вот. Если человек в одном положении находится, он не может дальше находиться. Это ему мешает молиться, он должен поменять положение тела. Есть положение тела, которое побеждает судьбу, а есть вынужденное положение тела, если ты не можешь в этих находиться. Например, если человек сидит по-турецки, с согнутой спиной, и только так он может молиться, это значит, что у него тело больное, и у него нет выхода. Но даже это положение тела в этом случае для него лечебное. Вот он просто сел по-турецки вот так, с согнутой спиной, не двигается, значит, он лечится тоже. Но это положение тела не является эффективным с точки зрения силы, выработки силы. Значит, человеку просто он пока не может вырабатывать силу, ему надо вылечиться сначала. Так есть расслабленное положение тела неподвижное. Или человек просто на стул сел, вот он даже вообще никак по-другому не может. Ноги под себя, тут просто стул вот так сел и не двигается. Он молится. В это время тело будет восстанавливаться, но при этом оно не помогает победить судьбу. Энергия сильно идет в тело в это время и лечится. Потом дальше вы сможете уже правильное положение занимать. А правильное положение тела, три из них я вам рассказал. Дальше следующее положение тела, если ты хотя бы одну ногу кладешь на бедро, садишь по-турецки, садишься, хотя бы одну ногу кладешь не на пол, а на бедро, заворачиваешь на бедро, хотя бы одну ногу. Это называется положение полу-лотоса. А когда две ноги заворачиваешь, это поза лотоса. Вот это положение тела, оно увеличивает концентрацию внимания сильно. Человек начинает очень сильно концентрироваться на том, на чем он хочет концентрироваться. И второе, увеличивает продолжительность жизни, потому что вот голени с наружной стороны, там находятся зоны, в которых больше всего скапливается энергия греха или энергия болезни. Она вся всегда опускается вниз в организм. И поэтому человек стареет снизу. Поэтому я говорю, надо бегать, потому что вы старость, снизу ее и выводите из организма. То есть ноги стареют первыми в организм, потом поясница, и потом только дальше старость поднимается вверх. Если у вас поясница болеть начала, значит ноги уже больные. Так, когда человек сидит в позе лотоса, он выводит эту энергию старения из организма и увеличивает концентрацию внимания. Это очень ценное положение тела. Следующее положение тела называется поза бабочки. То есть человек стопы соединяет вместе, колени разводит в розе. Это положение тела предназначено для охлаждения от страстей. Ну то есть это положение тела хорошо женщинам, допустим, садиться так, чтобы успокаиваться эмоционально. И у них от этого также... Потому что чрезмерной эмоциональностью женщина разрушает гормональные женские органы и приводит их к бесплодию. Когда женщины садятся в такое положение тела, они, во-первых, успокаиваются сильно, а во-вторых, лечат себе гормональные функции. И это положение тела сильно помогает вылечиться от бесплодия. Стопы вместе, колени в розе, поза бабочки называется. И спина чуть-чуть полусогнута такая. Но человек при этом как бы он в тонусе находится, нерасслабленный. Вот я вам перечистил основные положения тела для молитвы, которые несут сильную победу над судьбой. Если вы так не можете сидеть, сидите просто по-турецки или на стуле, не двигаясь. И это тоже будет давать победу над судьбой. И когда вы становитесь здоровее, в результате неподвижного положения тела, принимайте более сильные положения тела. И меняйте одно на другое в течение молитвы. Когда вы молитесь в течение 25 минут, этой молитвы хватает, чтобы иметь хорошее настроение в течение дня. Когда вы молитесь 40 минут, этой молитвы хватает, чтобы заглянуть глубоко в себя и понять свою судьбу. Если вы молитесь полтора часа, этой молитвы хватает, чтобы начинать побеждать свою судьбу. Сильно побеждать свою судьбу. Если вы молитесь два часа, этой молитвы хватает побеждать свою судьбу. А если у вас наступил плохой период жизни, который хочет разрушить вашу жизнь, то человек не решает, сколько ему молиться. У меня было три раза в жизни, когда мне приходилось молиться каждый день в течение месяца по 8 часов в день, непрерывно. И только после этого я чувствовал облегчение. Но я избежал больших опасностей в жизни в это время. То есть жизнь планировала разрушение в моей жизни. И разрушения не произошли в результате того, что я сделал. И Бог мне помог, Он мне дал отпуск в это время, то есть я не работал. Потому что сил не было работать. То есть если ты 8 часов молишься, ты больше ничего в течение дня уже не сможешь делать. Это нереально просто, если ты выкладываешься. Молиться нужно только утром. Вечерняя молитва предназначена для успокоения, не для победы над судьбой. Все виды побед над судьбой, в том числе здоровье, отношения с людьми и также отношения с Богом, все это происходит утром. Но в разное время. Самое эффективное время для молитвы это самое раннее время. Вот насколько рано можете встать, настолько и молитесь рано. Самое лучшее время для молитвы это самое раннее время. Следующее время после этого, это время для отношений с природой. То есть дальше с 7, там 9 утра самое эффективное время для того, чтобы быть здоровым. И с 9 до 12 это эффективное время, чтобы восстанавливать отношения с людьми. Утро предназначено для победы над судьбой. День предназначен для судьбы, то есть для работы, для деятельности. Вечер предназначен для семьи. Ночь предназначена для сна или для зачатия детей. Если человек зачинает детей вечером, они рождаются психически чувствительные очень. Если днем, то болезненно, если утром, то просто сильно чувствительные. Вечером у них психика как бы подвержена влиянием духов. Ночью, когда люди зачинают, дети рождают здоровыми. Если вы скажете, у меня вечером ребенок родился, нормальная психика. Так тоже может быть. Если бы он ночью родился, ну зачат был вечером. Если бы он ночью был зачат, еще лучше бы у него психика была такая. Такой ответ. Я говорю о предрасположенности. Некоторые люди думают, что молитва означает какие-то правила повторять. И в принципе это нормально. В этом случае они договариваются с Богом. Это молитвы, мотивированные страхом. То есть они говорят, вот смотри, я правила повторяю, у меня должна быть нормальная жизнь. Он говорит, ну хорошо, вот насколько повторяешь, настолько будет нормально. Ну это договор с Богом. И человек какие молитвы читает? Он какие-то длинные молитвы читает, которые дают ему расширение познания мира. Это могут быть псалмы какие-то или допустим намаз. Ну то есть он читает молитвы один раз в день в какие-то промежутки времени с целью правильно настроиться на жизнь. Это не молитва, побеждающая судьбу. Ничего общего с тем, что я сейчас вам говорю, эти молитвы не имеют. Эти молитвы просто улучшают человеку жизнь, настроение и регламентируют его жизнь. Настраивают на правильный лад человека. Молитва, побеждающая судьбу, это короткая молитва, которая повторяется одна, много-много раз, на четках. Она состоит из прославления Бога или какой-то возвышенной духовной просьбы по отношению к Нему. Или правильной позиции по отношению к Нему, что я твой слуга, ты мой господин. Вот. Ну то есть это вот эта правильная молитва, которая побеждает судьбу, она короткая. И она легко запоминается, повторяется много раз, на четках. Все остальные молитвы, они предназначены для других целей. Например, есть молитва о береге. Человеку страшно, он молится молитву, допустим, есть святые, которые оберегают от страха. Там Георгий Победоносец, там, и так далее. То есть он настраивается на этого святого и теряет страх. Страх уходит. Это не молитва, побеждающая судьбу. Это просто настрой. Молитва, побеждающая судьбу, никогда не имеет конкретной цели, кроме любви к Богу. Вот когда ты прославляешь Бога, или Его Мать, допустим, Богородицу, и у тебя нет никаких целей, ты просто только про Него молитву читаешь. Это молитва, побеждающая судьбу. Молитва, побеждающая судьбу, заставляет человека забыть о себе. Человек начинает думать только о Боге. И в это время Бог думает только о Нем. Есть только одна причина, почему мы не побеждаем судьбу, потому что Бог в нашу судьбу войти не может, если мы из нее сами не выходим. Человек живет в своей памяти. Если он память про себя забыл и думает о Боге, то тогда Бог думает о Нем. Но мы в это время об этом ничего не знаем. То есть мы, когда думаем о Боге, Его прославляем, в это время Он работает с нашей судьбой. И так как у человека очень мало времени, когда он может забыть про себя, в основном всегда помнить про себя, поэтому Бог всегда на старте. Допустим, на три секунды человек забыл про себя и думает только о Нем. И в это время ему надо много вопросов решить там у нас в судьбе. Он быстрее, быстрее, быстрее там все делает. Раз, мы включились, и он выключился. Но если вы хотите Бога контролировать, что Он там изменяет, как Он мой судьбу, то у вас ничего не получится. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я молюсь уже три года за своего сына, и у него ничего в жизни не меняется. Значит, что, молитва не работает? Я говорю, а о чем вы думаете, когда вы молитесь за сына? Говорит, конечно, о сыне думаю. Ну, значит, тогда Бог туда не может зайти. И, конечно, у вас тогда ничего не поменяется. А что, если я буду думать о Боге и забуду про сына, это честно? Я говорю, это честно. Но как Бог-то узнает, что я для сына молюсь, если я об этом не думаю? Я говорю, вы правы. Но Бог, Он уже старый, поэтому у Него развился склероз. И поэтому надо постоянно напоминать. Я о сыне, понимаешь? О сыне молюсь. Он, а, сейчас, ага, сейчас я вспомню. Опять забыл. Я о сыне молюсь, понимаешь? О сыне, о сыне. Постоянно ему надо напоминать. Он забывает все время. Понимаете, Бог, Он никогда ничего не забывает. И Он находится прямо в сердце. И Он раньше вас даже знает, о чем вы хотите помолиться. Поэтому не надо ему напоминать. Вот, допустим, вы к папе подошли, говорите, папа, хочу кушать. Он говорит, я все понял. Начинает готовить кушать. Вы подходите, папа, хочу кушать. Опять второй раз. Он говорит, слушай, ну я все понял, я готовлю. Потом, папа, я хочу кушать. Папа, я хочу кушать. Папа, я хочу кушать. Ну слушай, заткнись, или я вообще не буду тебя готовить. Ну Бог, конечно, терпеливее, терпеливее, чем Папа. Но зачем мы испытывать его терпение? Поэтому молитва, просьба читается один раз. А молитва, побеждающая судьбу, прославляющая Бога, читается много раз. В один раз скажите, что вы хотите, а потом просто прославляйте Бога и забудьте про себя. И вы увидите, как будет меняться все в вашей жизни.